Модное выражение зеленой технологии ученики и педагоги узнали, можно сказать, вынужденно. Совсем скоро у школы истекает договор с поставщиком тепла. Город предложил экологичную альтернативу – отопление из самых глубин земли. Опасались, наверное, вот этих новшеств, потому что мы как-то не принимаем, что энергия земли может отапливать какое-то огромное здание. Еще отопление не запущено, но тем не менее в школе уже тепло. Этого добились прежде всего благодаря обшивке фасада. Его утеплили слоем пеностекла. Мы сделали из здания, которому больше 30 лет, своего рода кокон. Он сегодня представляет из себя термос. Мы исключили все потери, теплопотери из здания, установив специальные окна пластиковые, установили входные двери. Две системы здесь внедрили на этой школе. Первое – это нанесение теплоизоляционного слоя, ну, липкого, скажем так, да, он как бы прилип в школе, покрытие сделано монолитом. А второе уже, ну, более традиционное – это утепляли матами тепловыми и затем уже сойдем. Кстати, окна изнутри покрыты тонким серебросодержащим слоем. Он отражает тепло в само помещение. Получается своего рода сводный энергосберегающий оркестр, который будет работать в связке с главным поставщиком тепла – энергии земли. Ее здесь планируют получать уже в следующем году. Здесь, на этом месте, как, собственно, и по всей территории вокруг школы, будут пробурены 70 скважин на глубину порядка 17 метров. Из них с помощью специальных устройств будет выкачиваться то самое энергоэффективное и такое доступное тепло земли. В каждую скважину будет опущен зонд, наполненный фреоном. Нагретый в земле газ, в свою очередь, будет сообщать тепловоде, поступающей в батареи. Получится как бы холодильник наоборот. Тепловой насос и вся система отопления в дальнейшем будет работать на графике всего 60 на 50 градусов. То есть теплоснабжение всего города у нас обычно идет по графику 95 на 70. Это значит, что тепла будет расходоваться практически в половину меньше. В деньгах экономия составит десятки тысяч рублей. Воспитывать надо в детях с детства отношение к энергетическим ресурсам. В рамках этой программы мы думаю, что дополним ее мероприятиями, направленными на пропаганду энергосбережения. Правда, окупится весь проект не раньше, чем через 5-7 лет. Однако, надеются власти, таким недешевым зеленым технологиям все же будет дан зеленый свет. Екатерина Гаськова и Павел Лауронин. Наши новости.